Одесса. Перед киоском разложены газеты. Их продает народная дама. Накрапывает дождь, и все газеты заляпаны грязной водой. Можете вы мне дать правду, только чистую? Как? Совцент без текста? Чем занимается молодой еврей по ночам? Фианизмом. В компании отказников. Ребята, хватит уже об отъезде. Давайте лучше о бабах. Давайте. Раечка еще не уехала? В отделе кадров спрашивают Рабиновича, почему в личном деле он не указал, что его брат живет за границей. Рабинович ответил, это я живу за границей, а он у тебя дома. Рабопорт, куда это вы в такую рань? Я в бордель. Семь утра? Да. Хочу поскорее отделаться. В хедре-ребе, что такое гиппопотам? Это такая сумасшедшая рыба. А почему она живет на суше? Я же и говорю, сумасшедшая. Рабинович с родственниками идет за гробом тещи, голос из толпы. Рабинович, почему у вас теща лежит в гробу боком? А на спине она храпит. В синагоге молятся евреи. Боже, пошли мне удачи, помоги мне выиграть в лотерею. Умоляю тебя, Боже, помоги. Так продолжается длительное время. Ангелам на небесах стало жалко человека. И они кружатся вокруг Бога, обращаясь к нему. Но ты же Бог, сделай что-нибудь. Помоги, бедняй. А иначе какой же ты Бог? Я бы рад помочь. Напусть он сначала купит билет. Изя звонит Мойше на работу. Привет, старый козел, позови Мойшу. А вы знаете, с кем говорите, отвечает незнакомый голос. С кем? С генеральным директором фирмы, где работает ваш Мойша. А вы знаете, с кем говорите? Нет. Ну и слава Богу, говорит Изя. И кладет трубку. Сара, скажи, было ли когда-нибудь такое, чтобы твой муж вечером не пришел домой? Только один раз, пару лет назад. Но я надеюсь, что он еще вернется. Из старых анекдотов. Судья, свидетель. Ваша фамилия? Минухин. Имя? Исаак. Место жительства? Бердичев. Занятие? Мелкий гешефт. Вероисповедание, господин судья. И зовут меня Исаак Минухин. Живу я в Бердичеве и занимаюсь мелким гешефтом. То кто я, по-вашему, буддист? Два еврея проходят мимо Лубянки. Один тяжело вздыхает. Ха! Откликается второй. Он мне рассказывает. Вы слышали, Цеперовича расстреляли? Как опять? Тише, тише. Вот он идет. Робинович, где вы работаете? На железной дороге. И много там наших. Двое осталось. Я и Шлагбаум. Один скучающий еврей. Другому. Чего сидеть-то просто так? Давай, что ли, в винца выпьем? Ну, купи. Нет, так нет. Жена мужа Абрам. Одно из пяти. Или закрой форточку, или четыре раза получишь по морде. Сара, ты хоть бы спросила, как я живу? Ну, как ты живешь? Ой, не спрашивай. У Кона посреди улицы сломалась машина. Из лавки напротив выходит жестянщик и предлагает помощь. Поднимает капот, стукает разок молотком. Мотор заводится. Кон, сколько с меня? Червонец. За один удар молотком? Напишите-ка подробный счет, тогда заплачу. Жестянщик предъявляет счет. Стукнул молотком десять копеек. Знал, где? Девять рублей девяносто копеек. Итого десять рублей ноль-ноль копеек. Заспорили киевские и одесские евреи, где евреи самые богатые. У нас в Киеве еврей степенно гуляет по крещазику. Если ему стало холодно, он идет в магазин и покупает себе шубу. Если ему затем стало жарко, он просто скидывает шубу на тротуар. Разве это евреи? Это жлоб, а не еврей. У нас в Одессе, если еврею стало жарко, он снимает с мизинца бриллиант чистой воды. Воду вычмокивает, а бриллиант выкидывает. Человек на кладбище обращается к гробовщику. Извините, пожалуйста, я опоздал на церемонию. Тут сегодня хранили Абрамовича. Сегодня тут хранили двух Абрамовичей. Особые приметы были. Мой был рыжий, они оба были рыжие. Мой заикался. Стоит еврей, задумался. Хайм, о чем ты думаешь? Я вот думаю, зачем в слове Хайм буква Р? Ну так там же нет буквы Р. А если вставить? А зачем? Вот я и думаю. Зачем? Еврейский бизнес в Одессе. Портной умудрился продать черный костюм для покойника с запасными брюками. В бане моются двое. Вы из Бердичева. А как вы узнали, сразу видно, ажурная работа нашего раввина. Все, я развожусь с Розой. Она мне изменила, говорит Менделе. Она вчера сказала, что ночевала у своей сестры. Ну и что, она обманула меня, а у ее сестры ночевал я. Старший брат говорит младшему. Хайм, скажи перепелка. Ну, перепелка. Без ну. Просто перепелка. Ну, перепелка. Просто перепелка. Без всяких там ну. Перепелка. Ну. Уезжает муж в командировку, чтобы жена ему не изменяла. Если так случится, чтобы он это заметил, нарисовал он ей внизу живота пароход, решив, что если она ему изменит, то нарисованный пароход сотрется. Переспала жена с любовником, а когда увидела, что рисунок сильно попорчен, попросила любовника нарисовать ей такой же пароход. Вернулся муж из командировки, ложился к жене в постель, посмотрел на живот. Ты здесь без меня так, сука, жарилась, что из трубы парохода аж дым идет. Мойша умер от разрыва сердца во время игры в карты. Надо сообщить его жене, но никто не решается это сделать. Выбор пал на Орона, который был самый спокойный и немногословный. Приходит он к дому покойного, стучит в дверь. Я от Кацмана. Это где мой муженек все время торчит и играет в карты? Да. Играет? Да, играет. И, наверное, как всегда, проигрывает. Точно проигрывает. Чтобы он сдох, мерзавец. Уже. Жилая еврейская пара готовится ко сну. Изя, ты закрыл калитку? Закрыл, Соня, закрыл. А дверь ты закрыл? И дверь закрыл. И на английский замок, и на английский замок, Соня. А на бельгийский, и на бельгийский. А на засов, и на засов закрыл Соня. И на цепочку, и на цепочку тоже. Изя, а на швабру ты закрыл дверь? Ой, а на швабру я забыл. Ну вот, заходи и бери, чего хочешь. Скажите, Изя дома? Изя дома, но венки уже во дворе. Редкое сочетание. Абрам Соломонович Генштаб Ночью, кончая международный разговор по телефону с женой, Рабинович, прощаясь, говорит «Сара, целую, спи с Богом». Не слышу, Абрам? Иди, спи с Богом. С кем-с кем спи, не слышу. Говорю по буквам «Борис, Олег, Гоша, Олег, Мойша». Абрам, я все поняла, но почему с Олегом два раза? Одесса. Поздно ночью. Раздался стук в дверь. Пожилой хозяин квартиры на цыпочках подходит к двери. Кто там? Открой, разговор имеем. Неусловно открыть дверь, как в его живот уперся наган. Ой, а вы кто? Мы, налетчики? А шо вам нужно? Золото. И много нужно? Сто килограммов. А сто пять можно? Давай сто пять. Сара, золотко, вставай. За тобой пришли. Сара Исаковна, вы слышали, что у мужа Фимочки вырезали гланды? Ай, бедная девочка, она так хотела иметь детей. Пересоховича вызвали в ОБХСС. Где вы взяли деньги на «Волгу»? У меня был «Москвич», я его продал, одолжил немного и купил «Волгу». А где вы взяли деньги на «Москвич»? Был у меня мотоцикл «Иш». Я его продал немного, одолжил и купил «Москвич». А где вы взяли деньги на «Иш»? А за велосипед я еще при Сталине отсидел. Иностранный юмор. Так называется новый раздел книги. Иностранный юмор. Умирающий миллионер лежит в постели. Его окружили родственники, наследники, жена, врач. Воры, канали, душегубы, стервятники, хрипит умирающий. Ну, пока все в порядке, говорит врач. Своих он еще узнает. Граф Бобби и барон Муки выходят из казино. Где они изрядно продулись. Барон в одних кальсонах. Граф даже без них прикрывает мужскую ноготу газеткой. Я восхищаюсь вами, барон, говорит Бобби. Вы всегда точно рассчитываете, когда надо прекратить делать ставки. Корабль следует ночью в сплошном тумане в гороховом супе, как говорят англосаксы. Сам капитан на командном мостике. Вдруг по курсу огни. Столкновение неизбежно. Капитан в мегафон. Здесь командор Джексон. Крейсер Саратога. 30 тысяч тонн водоизмещения. Отверните срочно вправо. В ответ тоже через мегафон. Здесь рядовой Джонсон, дежурный по маяку. 3 миллиона тонн. Сэр, вам лучше бы отвернуть. Ричардсон заснул литургическим сном и проснулся в 2020 году. Как только он пришел в себя, первым делом позвонил своему агенту узнать, как его банковские дела. Агент сообщил ему, что у него на счету 10 миллионов долларов и еще акции на 5 миллионов. Да, вольный он вешает телефонную трубку. Через минуту ему звонит дежурная. Вы говорили 4 минуты. С вас 6 миллионов 500 тысяч долларов. Целый месяц же не видел яхты твоего дядюшки. Что с ней случилось? Дядь, ты замечал большую скалу на входе в нашу бухту? Бухту, да. Вот, а дядя ее однажды не заметил. Шкаф моей жены так забит нарядами, жалуется мужчина своему приятелю, что моль, живущая в нем, никак не может научиться летать. Два господина представляются друг другу. Дюруа, бизнесмен, чугун из сталь. Шмидт, директор тюрьмы, хлеб и вода. Марианна, Луис Альберто, что ты ищешь? Альберто, бутылка где-то была. Марианна, дых мы ее на похоронах твоего отца выпили, Альберто. А я-то думаю, куда отец делся? Ян, тебе не мешает то, что ты левша? Нет, у каждого человека свои недостатки. Вот ты, например, какой рукой размешиваешь чай правой, вот видишь? А нормальные люди размешивают ложечкой. Ян, говорят, что Сильвия бросила тебя, узнав, что ты сын миллионера. Это странно. Что ж тут странного? Теперь она стала моей мачехой. Авторучка Смита сломалась, и на верхнем карманчике его рубашки образовалось красное пятно. Жена понесла рубашку в чистку, приемщик долго смотрел на пятно, а затем сказал «неплохой выстрел, мадам». Дочь лорда стала кол-герл-девушкой, которая ходит развлекать мужчин по телефонным вызовам. Узнав об этом, родственники собрали семейный совет. Первым взял слово дедушка барышни, старый лорд Перси. Она опозорила всех нас. До нее еще никто в нашем роду не работал. Одна дама рассказывает о своем первом муже. Я встретилась с ним в двадцать, а ушла от него в двадцать три. Да, соглашается джентльмен, трех часов вполне достаточно для замужества. Посетитель заказал в ресторане жареного голубя и попросил, чтобы голубь был помоложе. Когда официант принес заказ, у голубя на лапке оказалось кольцо с листком бумаги, на котором было написано «Битва начинается ровно в два». Наполеон. «Милорд, я позволю себе уведомить вас в том, что к нам в гостиную забрался какой-то бандит. Хорошо, Джон, принесите мне винтовку и выберите из гардероба светлый охотничий костюм». Один отец в ночь под Рождество взял пистолет, вышел на улицу и выстрелил в воздух. Затем он вернулся в дом и сказал «Дети, я только что застрелил Деда Мороза». В Париже в полицейском участке раздается телефонный звонок «Полиция, быстрее приезжайте, здесь подрались педерасты и проститутки. Ну и как там наши?» Кто самый счастливый человек на земле? Папа Римский. Каждое утро, приходя на работу, он видит своего непосредственного начальника, распятого на кресте. Наш шеф мечтает уйти на пенсию, чтобы иметь возможность закончить книжку. Он пишет книжку? Нет, читает. Хозяйка дома показывает своей подруге фотографию детских лет, на ней снято маленькая девочка на коленях пожилой женщины. Вот такой я была 30 лет назад. А кто эта маленькая девочка? В магазин, где продаются говорящие попугаи, входит покупатель и обращается к хозяину. «Са-са-са, скажите, у вас есть га-га-га-говорящие па-па-па?» Хозяин. «Вон отсюда идиот! Не порти товар!» Ковач прогуливается по парку с ребенком, к нему подходит саба. «Какой у вас очаровательный сын! Глаза, нос, рот, волосы! Все ваше! Ну, просто красавец!» «Красавец, а не мальчик! Между прочим, одолжите мне десятку до первого числа!» «Не одолжу, — холодно, — говорит Ковач, — это ребенок моей жены от ее первого брака. «Сэр, вы получаете в наследство три миллиона долларов, дворец и собаку, — сообщил нотариус. Какой породы собака?» — поинтересовался наследник. «Когда срок службы матроса Брауна подошел к концу, приятель спросил его, что он собирается делать дальше. «Я положу весла на плечо и буду идти в сторону от берега. До тех пор, пока местные жители не начнут спрашивать, что это я несу на плече, вот в этом месте я тогда и обоснуюсь и буду жить там до самой смерти». «Как остановить пять негров, насилующих женщину? Бросьте им баскетбольный мяч!» Хозяйка, претендующая на то, что у нее есть талант, занимается вокальными упражнениями, внезапно останавливается и подзывает горничную. «Мари, не разрешайте собаке выть, когда я пою!» «Это не собака, мадам, это мсье!» «Послушай, папа, мой школьный товарищ дал мне попробовать кусочек бутерброда». «Знаешь, как вкусно!» «Там на кусочке хлеба с маслом было много-много мелких черных зернышек». «О, это икра!» — причмокнул отец. «Она очень, очень дорогая, сынок! Нужно быть Ротшильдом, чтобы ее покупать!» На следующий день малыш подходит своему товарищу, тот опять ест бутерброд с икрой и спрашивает, «А как твоя фамилия?» «Ротшильд». Жена одного из служащих во время официального приема обращается к солидному мужчине. «Скажите, пожалуйста, вы генеральный директор фирмы?» «Да». «А как вы догадались?» «Мой муж вас так забавно копирует, что все умирают со смеху». Человек в публичном доме жалуется мадам. «Мне так надоели женщины, мадам!» «Не могли бы вы найти мне юношу, мсье?» «Я ведь могу позвать жандарма!» «Ах, мадам, жандармы мне тоже надоели!» С супружеской паре на званом вечере подходит хозяйка дома. Звонит няня вашего малыша. Она спрашивает, где лежат стальные наручники. Лошадь входит в бар и садится у стойки. Подходит бармен и спрашивает, в чем дело? Почему такая вытянутая физиономия? Отец рвет и мечет. Его незамужняя дочь беременна. Выяснив, что виноват весьма симпатичный, а главное, обеспеченный холостяк, проживающий в доме напротив, он отправился к соблазнителю. Тот сразу признал свою вину и предложил отступного. «Сэр, жениться я не могу. Но если у вашей дочери родится девочка, я даю пятьдесят тысяч. А если мальчик, то готов заплатить сто тысяч фунтов стерлингов. Отлично, юноша. Только давайте сразу договоримся. Если, не дай бог, у дочери ложная беременность, вы повторите попытку». Белая госпожа беседует с черным слугой. «Билл, какая у тебя большая красивая голова». «Да, мэм. «Билл, какие у тебя большие красивые руки». «Да, мэм. Билл, у тебя все такое большое». «Да, мэм. Сколько? Восемь сантиметров. Только и всего в диаметре. Мэм. Как много у вас мух», — говорит турист-фермеру. «Это не страшно», — отвечает тот. «Мух действительно много, но ими занимается дедушка». «Дедушка, как это?» «Его обмазывают медом, и все мухи садятся на него». «Это ужасно. Он должен весь день дрыгать руками и ногами». «Нет, что вы, он парализован». Графиня дает обед на четырнадцать персон. Последнюю минуту один гость отказывается от приглашения, и суеверная графиня в порыве отчаяния звонит знакомому полковнику. «Мой дорогой полковник, пришлите ко мне на обед одного из ваших красивых офицеров в парадной форме». «Конечно, мадам. Только, пожалуйста, не присылайте офицера-еврея». «Вы ни о чем не будете жалеть», — мадам, — отвечает полковник. «Вечером ровно в двадцать ноль-доль в дом графиня входит красивый лейтенант-негр». «О, Боже!» — восклицает графиня. «Это невозможно! Полковник ошибся, мадам!» — вежливо отвечает лейтенант. «Полковник Мойша Левин никогда не ошибается». Джонсон поступил на работу в телефонную компанию. Шеф вручил ему ключи и сказал, «Будешь ходить по телефонным автоматам города и собирать монеты». Через месяц Джонсон, потеряв ключи, пришел к шефу, попросил выдать новые. «Где ты пропадал?» — спросил шеф. Кассир несколько раз жаловался, что не приходишь получать зарплату. «Как? Я еще и зарплату должен получать?» Слон и мышонок гуляли под джунглем. И вдруг мышонок угодил в болото. Он быстро начал тонуть, но слон встал над болотом, широко расставив ноги и медленно присел, опустив член в воду. Мышонок ухватился за него, и слон вытащил его из болота. Недели позже мышонок и слон снова гуляли под джунглем, и в болото угодил слон. С быстротой молнией мышонок побежал к стоянке и вернулся за рулем новенького красного спортивного «Феррари». Он достал веревку, привязал один конец к машине, а другой бросил слону, сел на руль, нажал на газы, вытащил огромного слона из болота. Это к тому, что если у вас есть новый красный «Феррари», то вам вовсе не обязательно иметь большой член. Подвыпивший в американском баре французский турист выживал женщину, абсолютно не говоря по-английски. Он долго пытается объяснить бармену, огромному чернокожему парню, что ему нужно. Тот его никак не может понять. Наконец, осененный мыслью, он достает свое мужское достоинство, кладет его на стойку вместе со стадолларовой бумажкой. Бармен, понимающий, кивает. Достает свое оружие в два раза больше, чем у француза. И со словами «Джон выиграл!» Забирает деньги себе. Жак привел домой любимую девушку и представляет ее матери. Мама, это чудесная девушка. Она умеет отлично готовить, печь пироги, аккуратно прибирает квартиру. Прекрасно, сынок! Двадцать франков в день! И пусть приходит по вторникам и пятницам. Робот Вернер едет по дороге на машине. Вдруг видит посредине дороги толпа людей. Вернер кричит «Лю-ди! Отойдите, я еду!» Через минуту «Ха-ха-ха! Не успели!» Комиссар французской полиции заполняет протокол на задержанную воровку. Будучи страшным почитателем женской красоты, в рубрике «Глаза» пишет черный, плавающий, выразительный, полный страсти и мольбы. «Одного не хватает!» Милый городок, хоть и небольшой. А население тут быстро растет? Вообще не растет. Как только рождается ребенок, один мужчина убегает из города. Сексуально озабоченная старая дева имела привычку вечно заглядывать под кровать, чтобы проверить, не спрятался ли там мужчина. Через два года она купила себе еще одну кровать, свои шансы удвоились. «Ты меня разлюбил, Фердинанд!» «С чего ты взяла?» «Раньше, возвращаясь из командировки, ты сначала заглядывала во все шкафы, а теперь заглядываешь только в холодильник, если там пиво». «От поля ушла жена, оставив его без единого франка! У меня еще хуже! Моя тоже оставила меня без единого франка, но не ушла!» «Извините, мисс, где в вашем городе развлекательно-увеселительный центр? У, счастливчик, вам дико повезло! Ведь это я!» Встретились две подруги, недавно вышедшие замуж, одна говорит восторженно, «Мой муж ангел! Мы тоже не мужчина!» В Париже был объявлен конкурс на самый интересный короткий рассказ под названием «Утро мужчины». Первое место занял молодой француз, предложивший такой текст. «Я проснулся, оделся, позавтракал и пошел домой!» Мужчина хочет купить в Париже жене в подарок бюстгальтер. Подавец его спрашивает, «Какую форму вы желаете? Персик, яблочко, маленькая дынька, а у вас есть похожий на уши спаниеля?» Беседуют две старые девы. Недавно я прочитала, что одна женщина отвезла в крематорию уже четвертого мужа. «Вот так и бывает», — с грустью ответила другая. «Мы не можем найти и одного мужа, а некоторые сжигают по нескольку». На бегах неожиданно выиграла совершенно неизвестная лошадь. Журналисты отыскали ее счастливого владельца и засыпали его вопросами. Хозяин ответил, что его лошади уже семь лет. «Почему же вы раньше не давали выступать в вашей лошади?» «Я не мог ее поймать». «Вчера я играл в теннис с Макгрегором», — рассказывает приятель и шотландец. «Набегался и едва на ногах стою, но он же довольно слабый игрок. Это верно, но у нас была одна ракетка на двоих». «Бедняжка мой муж. Ему повезло только после смерти, — говорит дава. Как после смерти? Когда ему рыли могилу, наткнулись на нефть». «Фредди, я очень боюсь, все-таки это будет наша первая брачная ночь. Мне страшно первый раз. Дурочка, этого не надо бояться. Вот когда будешь рожать, это действительно страшно». «Да ну, рожать-то я уже рожала». Граф перед завтраком говорит своему лакею, «сегодня у меня рабочее настроение, поэтому я сам облуплю яйцо». Былчи проездом в Нью-Йорке, знаменитый композитор Игорь Стравинский сел в такси и удивленно поднял брови. На карточке таксиста прочитал свою фамилию. «Вы, случайно, не родственник композитора Стравинского?» — спросил он у водителя. «Разве есть композитор с такой фамилией?» «Впервые слышу. Кстати, Стравинский — это хозяин таксопарка. Ни к нему, ни к музыке никакого отношения не имею. Моя фамилия — Учини». Два венских композитора обвинили друг друга в том, что один у другого украл мелодию. Разобраться в конфликте пригласили Легара. Он попросил композиторов сыграть свои мелодии, и те сыграли. «Ну, кто же обворован?» — спросили Легара. Он, не задумываясь, ответил. «Афенбах?» «Ковбой подъехал к бару и сходу заказал. Пятнадцать бутылок виски. Конь пить хочет. Конь пьет. Ковбой платит, а удивленный бармен спрашивает. А сами-то не будете пить? Что вы? Я за рулем!» Между мужским и женским монастырем археологи нашли потайной ход длиной в два километра. Впоследствии выяснилось, что один километр и восемьсот метров был выкопан женщинами. Испанец неожиданно возвращается с работы, вбегает в спальню и, ни слова не говоря, всаживает в платяной шкаф три пули, после чего открывает его и с разочарованием обнаруживает, что там никого нет. «А ну тебя, Матильда!» — с размаха швыряет муж пистолет на пол. «Вечно у тебя все не как у людей!» «Несколько месяцев не знала, где бывает вечерами мой муж», говорит миссис Брайтон своей приятельницей. «Что же случилось потом с замиранием сердца?» спрашивает собеседница. «В один прекрасный вечер я вернулась домой и вижу. Он дома!» В Шотландии в ненастную погоду путник попросил привезти его в одном из замков. «Слуга проводил гостя в мрачный холодный зал. Какая неприветливая и загадочная комната!» сказал гость. «Не случалось ли здесь чего-нибудь необыкновенного?» «Уже сорок лет ничего не случалось», — ответил слуга. «А что произошло сорок лет назад?» Утром гость вышел из нее живым. На семинаре по американской истории профессор попытался объяснить студентам, как меняется со временем общественный идеал красоты. Ну, например, возьмите «Мисс Америку» 1921 года. Она имела рост 155 сантиметров, вес 49 килограмм и размеры 76 сантиметров в груди, 64 в талии и 81 в бедрах. Как вы думаете, были бы у нее шансы на успех в сегодняшнем конкурсе красоты?» Группа несколько секунд молчала. «Потом прорезался чей-то голос. Не очень большие, а почему?» — спросил профессор. «Ну, прежде всего, — заметил студент, — она бы не подошла по возрасту». Богатый американец приехал в Израиль и посетил одну деревню. Увидел фермера и просит показать, сколько у того земли. Фермер показывает небольшой засеянный участок. «Это вся ваша земля?» — спрашивает с насмешкой американец. «Вот у меня в Америке земли навалом. Если утром сяду на свою машину у фермы и поеду по своей земле, то только к вечеру доеду до конца моих владений». Евреи отвечают. «У меня тоже была такая же машина, но я ее продал». Мсье и мадам загорают на пляже. Внезапно мсье спрашивает. «Скажи, дорогая, как называется существо, у которого 32 ножки, зеленые глаза, тельце красное и волосатое в коричневых и голубых полосках?» «Не знаю, сердится мадам, ты же знаешь, что я не люблю загадок, но все же что это?» «В том-то и дело, что я и сам не знаю», — отвечает мсье, «но все же попробую сбросить его с твоей спины». Австралийский фермер, разбогатевший на разведение овец, купил себе за безумные деньги роскошный роллс-ройт. «Ну, так машина, стоит таких денег?» — спрашивает его через день. «Великолепно! Особенно стекло, которое отделяет водителя от пассажиров. Что же в нем особенного? Теперь овцы не мешают мне управлять машиной». В Техасе на премьере оперы «Папа, а почему певец качается, когда поет?» «В движущуюся цель труднее попасть, сынок». Два джентльмена после охоты сидят у камина, вытянув ноги, и молчат. «Терез некоторое время один другому, сэр, боюсь, что ваши носки начинают тлеть. Вы, вероятно, хотите сказать, что сапоги?» «Нет, сэр, сапоги уже сгорели». В оружейный магазин зашла женщина и попросила продать ей револьвер. «Какой системы?» — спросил продавец. «Все равно какой, лишь бы это было оружие безотказное. Вы его берете и для защиты?» «О, нет!» — воскликнула женщина. «Для защиты я возьму адвоката». «Надеюсь, что я вас правильно понял», — говорит домовладелец агенту страховой компании. «Если мой дом сгорит, ваша компания немедленно выплачивает мне 100 тысяч долларов». «Совершенно верно, но при условии, что не вы сами подожгли дом. Ну, я так и знал, что тут есть какая-то хитрость». Крупная американская компания объявила конкурс среди телезрителей, обещая первую премию в тысячу долларов тому, кто решит следующую проблему. Воздушный шар, на котором летят трое пассажиров, видный генерал, голливудская звезда и ученый-атомщик, попал в шторм, и его понесло к земле. Для облегчения воздушного шара необходимо пожертвовать одним из пассажиров. Кого бы предложили выбросить за борт и почему? Первая премия была присуждена 10-летней девочке, которая прислала такой ответ — надо выбросить самого тяжелого из них. Молодая французская семья решает сменить обстановку в спальне. Приглашенный маляр присутствует при разгоревшемся споре, в какой цвет покрасить потолок. В розовый, — говорит супруга, — нет, в голубой, — не соглашается муж. Послушайте, мсье, вступает в разговор маляр. Уступите своей жене, ведь ей в этой комнате части придется смотреть в потолок. Муж, улыбаясь, треплет маляра по плечу. Я вижу, мсье, вы из провинции. Скачет ковбой по прерии. Вдруг внутренний голос говорит ему — Джон, твоя жена тебе изменяет. Ковбой живо разворачивает своего мустанга и скорее домой. Внутренний голос не унимается быстрее. Она начала раздеваться. Ковбой пришпоривает коня все сильнее и сильнее. Наконец, соврасой падает замертво. Ковбой вскакивает и, подгоняемый возрастами, быстрее, Джон, она уже легла в кровать, бежит, что есть мочи. Выбившись из сил, он падает и ударяется головой о камень. Немного полежав, ковбой подымает голову и с тихим изумлением произносит — «Черт побери, так ведь я же Гарри!» Лорд Клемент возвратился домой раньше обычного и застал такую картину. Коммердинер в его халате сидит в его кресле с его сигарой, попивает его виски. «Джон!» — ехидно спросил хозяин. «А почему бы вам еще не посадить себе на колени мою супругу?» «Я думал об этом, сэр, но садовник меня опередил». Во время популярной телепередачи ведущий громко спрашивает, «Если в зале есть пары женатых только одни сутки, пусть они поднимутся на сцену». Вышел какой-то зеленый парнишка, а с ним совсем юное создание. Вы женаты одни сутки, дамсье. Тогда только один вопрос. Что вы здесь делаете? Один норвежец решил разводить птицу, купил пятьсот цыплят и закопал их у себя в саду. Результат — все цыплята сдохли. Тогда он заказал еще пятьсот цыплят и посадил их в грядку головками наружу. Те тоже погибли. Норвежец написал письмо в Осло, в тамошний университет, описал подробно свою проблему и попросил совета. Через несколько недель пришла телеграмма. Просьба прислать образцы почвы. Экзаменуют кандидата на пост помощника директора. Представьте себе, что едете в двухместной машине и видите на шоссе троих человек, которые просят подвезти. Это ваш шеф, пожилая дама и хорошенькая девушка. Кому вы отдадите предпочтение? Я выйду из машины, отдам ключу шефу, чтобы он мог доставить пожилую даму по назначению, а сам останусь с девушкой. Человек пришел наниматься в балет на льду. А что вы умеете делать? Я делаю восьмерки. И все? Это же самая примитивная фигура. Да, но я делаю восьмерки совершенно оригинальным способом. Каким же? Я вычерчиваю правой ногой шестерку, а левой двойку. Цвета норвежского флага, такие же, как и американского, красный, белый и синий, рассказывает хозяин фермы американцу, приехавшему провести лето в Норвегии. Я их всегда вспоминаю, когда мне присылают извещения об уплате налогов краснею, белею и синею. Со мной то же самое, уныло поддакивает американец, только у меня еще и звезды из глаз сыплют. Молодой симпатичный англичанин поздно вечером приходит во французскую гостиницу и просит предоставить ему номер. У нас ничего не осталось, разве что один номер, тесный и неудобный, под самой крышей. Ну, не ночевать же мне на улице, говорит англичанин. Согласен на любой. Следующее утро хозяин гостиницы спрашивает, как вы провели ночь, сэр. О, превосходно! Да, мы забыли вас предупредить, что в номере мертвая француженка. Неужели? А я-то думал, что это живая англичанка. В инженерной части идут занятия по физике. Инструктор-сержант объясняет, что вода кипит при 90 градусах. Молодой новобранец замечает, Мсье, я очень извиняюсь, но в школе нас учили, что вода кипит при 100 градусах. Сержант заглянул в справочник. Точно ты прав. Вода кипит при 100 градусах. Это прямой угол кипит при 90. Молодой человек претендует на должность. В аппарате Черчилля сэр Уинстон вызывает его на собеседование. Что ж, юноша, добродушно бурчит он? Я ознакомился с вашим досье, и в целом оно меня устраивает. Напомните-ка, сколько вам лет? 29, сэр. Отличный возраст. Все еще впереди. Давно женаты, пять лет, сэр. Дети, конечно, есть. Шестеро, сэр. Молодой человек. Удивленно восклицает Черчилль. Весь мир знает, как я люблю хорошую сигару, но даже ее я все же иногда вынимаю изо рта. Доктор, не могу по ночам спать спокойно. Жене все время кажется, что под кроватью лежит крокодил. Не печальтесь, это мания преследования. Я вам дам снотворное, вы его принимаете на ночь, в течение недели, а потом придете ко мне. Она проходит неделя, другая. Пациент не появляется. Поскольку он не заплатил за лечение, доктор, уточнив его адрес, решил навестить пациента на квартире. На его звонки долго никто не отвечал. Наконец вышла женщина из соседней квартиры. Вы к кому? К сеньору Гонсалесу. К какому Гонсалесу? Не к тому, которого съел крокодил. Зазу Габор пригласили в Лондон выступить по телевидению в качестве эксперта по женским проблемам. Первый вопрос поступил от девушки. Я отказываюсь от помолвки с очень богатым человеком, который подарил мне соболиную накидку, бриллианты, кухонную плиту и машину Роллс-Ройс. Как мне поступить за загабор? Верните ему кухонную плиту. Английская леди зовет Лакея. Вы поедете сейчас к моей свекрови миссис Чаттерли в больницу, она очень тяжело больна, и осведомитесь о ее самочувствии. Лакей уехал и вернулся через три часа. Ну как, вы были у миссис Чаттерли? Спросили, как она себя чувствует? Да, мадам. Хорошо, можете идти. Индеец в Канаде. Решил узнать, кем будет его сын и понес его к шаману. Тот расставил на полу несколько предметов, объясняет. Если схватит воду, то будет большим пьяницей, если схватит куклу, то будет большим бабником, а если схватит деньги, то будет богатым. Ребенок сразу загреб все себе. Шаман подумал и говорит, писателем тоже неплохо быть. Француз идет ночью по лесу, темно. Есть охота. Вдруг видит свет. Подошел поближе. В какой-то дом. Выходит хозяин. Добрый вечер. Мсье хочет женщину. Мсье хочет курицу. О, Мсье знает толк сексе. Путешественника спрашивает, вашего друга уже нельзя было освободить из рук людоедов? К сожалению, нет. Когда мы пришли к нему на помощь, он был уже вычеркнут из меню. Я столкнулся с ним в самом сердце тайги, говорит хозяин дома, указывая на шкуру медведя, висящую на стене. Победить его было непросто. В какой-то момент встал вопрос, или я, или он. Ты сделал правильный выбор. Как украшение он, конечно, лучше. Женщина, у которой недавно умер муж, пришла на спиритический сеанс. Все расселись за столом. И вот, наконец, вызвали дух ее мужа. Джо, дорогой, ну как ты там? Спрашивает дова. Ну, в общем, неплохо. Неплохо. Ну, расскажи, как ты живешь. Утром у меня вегетарианский завтрак, прогулка и половые сношения, потом обед, прогулка и половые сношения, потом ужин, прогулка и половые сношения. Джо, дорогой, а разве в раю так много половых сношений? Какой хрену рай? Я теперь кролик в Калифорнии. Один из гостей барона в знак особого расположения хозяина получил разрешение поохотиться на фазанов в его парке. Гостя сопровождал слуга барона. Когда гость увидел фазана и поднял ружье, слуга прошептал, это Александр, любимый фазан барона. Господин барон никогда не стреляет в Александра. Спасибо, сказал гость. Через несколько минут он заметил еще одного фазана, это Делия. Любимица госпожи баронесса, господин барон, никогда не стреляет в Делию. Когда гость увидел третьего фазана, он даже не поднял ружья, но слуга прошептал, можете стрелять, это Виктор. Господин барон всегда стреляет. Виктора. Полицейский остановил в Бостоне такси, сбившая пешехода, и спрашивает у шофера, ваше имя. Тим О. Риордан. Вот здорово, у меня такая же фамилия, я тоже ирландского происхождения. Откуда твои родители? Из Дублина. Потрясающе! Мои старики тоже оттуда. Они поговорили о Берландии, а затем полицейский сказал, «Очень приятно было поболтать с тобой, Тим. Теперь я должен оштрафовать того нахала, который попал тебе под колеса». «Принесите моей даме самую лучшую шубу, какая только у вас есть», сказал управляющему роскошного магазина Мехов, хорошо одетый молодой человек. Тут же была предложена великолепная норковая шуба. Дама примерила ее и осталась очень довольна. «Извините, сэр», зашептал ему на ухо управляющая, «это очень дорогая шуба, она стоит 65 тысяч долларов». «Нет проблем, я выпишу вам чек», сказал молодой человек. «Прекрасно, сэр», образился управляющий, «но вы должны извинить меня, сегодня суббота. Так как банк не работает, шубу вы сможете получить в понедельник, после обеда, когда я получу деньги по вашему чеку». «В понедельник молодой человек пришел в магазин». «Ну, вы наглец», сказал ему управляющий, «как вы посмели снова прийти сюда, зная, что у вас на счету нет ни гроша». «Я лишь зашел поблагодарить вас за самый прекрасный уикенд в моей жизни». «Хозяин кабачка», — говорит клиенту, «сегодня я не могу дать вам кофе, он кончился». «Это меня не удивляет, он слабел у вас с каждым днем». В одном из нью-йоркских ресторанов висит такое объявление, «при ядерном нападении оставайтесь на своих местах, спокойно оплатите счет и только тогда разбегайтесь». Молодой матрос говорит, «посмотрите, господин капитан, в иллюминатор, какая странная птица летает за бортом нашего корабля». «Это не птица, это осьминог». «Никогда не видел летающих осьминогов», а он и не летает. «Это мы тонем». «Маленькая Дженни предупреждает свою маму, если ты не дашь мне денег на мороженое, то как только мы войнем в автобус, я стану называть тебя бабушкой». «Жан, в будущем году исполнится 25 лет нашего брака. Хочешь ли ты отпраздновать серебряную свадьбу? Может быть, сказал муж, подождем еще пять лет и отпразднуем 30-летнюю войну?»